Уверенность на дороге при любых погодных условиях и непредсказуемых ситуациях. Это неудача и не случайность. Это тормозные колодки Финвал. Финвал. Твоя безопасность. Друзья, сегодня у нас новый эксперимент, ну то есть такой способ, с помощью которого можно значительно поднять мощность двигателя. Так что, поехали! Вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь задумывались, почему 16-клапанные моторы имеют преимущество по мощности над 8-ми клапанами? Ладно, когда еще есть фазовращатели, там происходит более правильное время открытия и закрытия клапанов в зависимости от оборотов и нагрузки. Но на многих моторах фазовращателей нет и при этом абсолютно одинаковый блок, вся поршневая, объем двигателя. Но 16-клапанный все равно выдает больше мощности, чем 8-клапанный. Причем не на 2-3 лошади, а на 15-20. Все дело в улучшенной вентиляции цилиндров, то есть смене углекислого газа с дымом на свежую топливо-воздушную смесь. Отсюда идет подъем мощности. Постараюсь объяснить по-простому. Вот на 8-клапанах моторе, поскольку сами клапаны небольшие, а еще находятся с одной стороны, то дым и часть углекислого газа выходят не полностью и, соответственно, остается в камере сгорания, ну, скажем, около 15%. И сюда же поступает новая топливо-воздушная смесь, но только уже не 100%, а 85%, потому что другая часть занята вот этим вот дымом. Отсюда мы получаем неполную мощность, которую бы мог выдать этот объем двигателя. А на 16-клапанах моторе проветривание цилиндров идет уже более эффективно, так как дым выходит через большую площадь, соответственно, старых газов остается уже не 15%, а только 5%, и новой смеси поступает на 10% больше. Отсюда и подъем мощности на те же самые 10%. Конечно же, на это все влияет еще впуск и выпуск. В идеале нужно, чтобы там было минимум сопротивления. Поэтому и возникло желание поставить нагнетатель на выпускную трубу, чтобы узнать, что с этого получится. У меня как раз есть вот такая вот довольно мощная улитка. Но для начала давайте сделаем несколько заездов без доработок, чтобы было с чем сравнивать. То есть, узнаем, за какое время наша десятка разгоняется до 60 км в час. Едет она для своих лет очень даже неплохо, хоть и показатели пока что средние. В среднем разгон у нас получается около 8 секунд на всех заездах. Запомним все эти значения и поедем в гараж делать нашу доработку. Конечно, на замеры влияет еще и зацеп, который у нас вообще так себе. Кстати, для нового сезона я взял довольно серьезные шины с таким мощным протектором. Планирую я их для нового проекта, поэтому забортовал на вазовские 14 диски. Несмотря на то, что резина для квадроцикла. Но, как вы знаете, мне больше нравятся такие нестандартные решения. Поэтому на их основе можно собрать довольно неплохой вездеход с вазовскими мостами. Резина довольно мягкая, поэтому зацеп, я думаю, будет очень хороший. Пишите в комментариях свои догадки, на какую технику мы будем ставить эти мощные колеса. Если кто-то угадает, тому бриз. В общем, наша задача изготовить переход. Точнее, квадрат, который будет надеваться на квадрат. Да, вот такая вот автология. Решение, конечно, нестандартное. В итоге, хоть и немного вертолетом, но переходник получился, который туго и плотно надевается на наш глушитель. Если вдруг кто-то не знает, почему он тут квадратный, то смотрите предыдущее видео. Остается варить наш квадрат на улитку и можно будет испытывать. Сосет он, конечно, мощно. По сути все, можно устанавливать. И я вам скажу, что мотор с ним работает ничуть не хуже, даже, наверное, ровнее. Для того, чтобы не потерять его где-нибудь на ходу, вкрутим вот такой вот саморезик. Ну а включение его будем делать через такой вот мощный преобразователь. Провода тут можно кинуть через багажник. У меня там, кстати, как раз лежит такой хороший противовес, чтобы зацеп был лучше. Ну а спереди сделаем аккумулятор и будем включать вот этим тумблером. Звук. 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 Звук и выпуск. Наверное, на электрозвуке ты каком-то едешь. Ну и по сути все, можно ехать на новые замеры. Так вот, я вам скажу, что даже по ощущениям ясно, что мощность добавилась и очень значительно. Мы и правда намного быстрее разгоняемся. Это без каких-либо шуток и фейков. Все на самом деле как оно есть. Разгон стал лучше на целых полторы секунды. Вот только зацеп стал еще хуже. Пробуксовки идут до включения второй передачи. Прям очень удивительно. Вот это я понимаю турбинка. В итоге, как вы сами видели, мощность на самом деле выросла. Вот только не совсем удобно включать этот нагнетатель. А еще к нему надо кучу прибамбасов. В идеале он нужен сразу 12 вольтовый. У меня, конечно, такой есть и он и выглядит получше. Вот только по какой-то причине он перестал работать. Позже закажу новый и мы сделаем еще один подобный заезд. Все-таки один из самых простых и, пожалуй, доступных способов повышения мощности двигателя это заливание качественного моторного масла. Ведь, во-первых, снижаются потери на трении. А во-вторых, образуется более устойчивая масляная пленка между кольцами и цилиндром. Соответственно, более хорошее уплотнение и высокий КПД. Ну а главное, с качественным моторным маслом у вас будет минимум нагара внутри двигателя. Тем самым, как можно дольше сохранится подвижность колец и эффективность их работы. Также будет снижен риск образования задиров. Так, первое испытание сделали, но все-таки возникает вопрос. Действительно ли этот нагнетатель создает разряжение на выпуске? Или просто облегчает прохождение дыма через глушитель? Давайте-ка это выясним. Для этого засверлим глушитель у основания и посмотрим, дает ли он какую-то воздушную подпорку. Замер будем делать вот таким вот довольно чувствительным манометром. Он, кстати, вакуум тоже показывает. В общем, подключаем и будем поднимать обороты до 6000. Так вот, стрелка, как сами видите, вообще не отклоняется. Получается, что наша схема квадратного глушителя работает идеально, без каких-либо сопротивлений. Ведь если то же самое сделать с выключенным нагнетателем, то стрелка уже отклоняется. То есть, в спокойном состоянии он все-таки мешает. Однако, при включении этой улитки возникает вакуум, и стрелка отклоняется уже в обратную сторону. И даже если поднимать обороты, вакуум все равно сохраняется. Потому что эта улитка вытягивает весь дым из цилиндров. Вот отсюда и идет подъем мощности. В целом, с этого эксперимента я очень кайфанул, потому что сам не ожидал, что будут такие улучшения. Проблема заключается лишь в том, что идет большое сопротивление потоку на выключенной улитке. Так что будем решать данную задачу. Поэтому нужно собрать всю эту конструкцию более продуманно и внедрить для испытаний, скажем, на какую-нибудь иномарку. Так что все самое интересное еще впереди. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами, как обычно, был Денис Механик. Спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok